Здравствуйте, друзья! Сегодня мы посмотрим, как изображать кувшинки на поверхности воды. В этом месте мы будем изображать листья кувшинки. Палитру подготовим заранее. Бледно-зеленый оттенок, не теплый, холодный зеленый оттенок, такой вот градиент. Немножко масла и палитра готова. Ну, начинаем с первого листа. Смотрим, 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 где его расположить. У нас, естественно, первый источник, все нормально. Кисть такая жесткая, и мы просто пятно делаем. Ну, все знают, какой лист у кувшинки. В данном случае у нас получилось так, что мне не нравится его расположение. Не нравится, стерли. И разместили в другом месте. Вот мы создаем пятно. Большую кистью. Потом это пятно уточняем, корректируем его форму. Очень важно форма листа в том месте, где он расположен по отношению к зрителю, художнику, то есть к вам. В данном месте форма листа будет такая. Здесь мы как будто практически смотрим на него сверху. Вот мы его сделали. Тонкой кистью мы чуть-чуть добавили краски. И обычно, в данном случае, у нас кончики. Не кончики, а края этого листа. Чуть-чуть волнистые. Сам лист полностью лежит на поверхности. Он очень четко, его края четко очерчены. Вот такая вот, скажем, средняя центральная линия листа. Мы ее акцентируем, чуть-чуть улучшаем. Заметьте, обязательно она должна быть ровная. Дальше мы там, где краешки листа волнистые, там, где он чуть-чуть поднимается над водой, мы еле-еле, очень нежно, аккуратно намечаем тень. Ну, намечаем, изображаем тень. И здесь тоже, чуть-чуть тень. Дальше работаем, уточняем сам лист. Вся сложность изображения листа кувшинки, это в том, чтобы он именно лежал на данной поверхности воды, в данном месте. Именно лежал полностью на поверхности, как на плоском, на плоский полированный стол. Представьте, что это. Сейчас мы делаем блики на неровностях, на вот этих волнах, краешки, края листа кувшинки. Вы знаете, что сам лист немножко как бы глянцевый, поэтому он может, даже если он сухой, он все равно на солнце поблескивает. Ну, вот наметили. И край листа, край листа делаем достаточно четко очерченным. Там, где вот он еще и вон же в воду не погрузился, он именно лежит на поверхности. То, что я много видел изображения листа и кувшинки, ну, он либо боком, либо с подскоком, либо чуть-чуть парит, либо совсем летит над водой. А здесь он должен, нужно добиться, чтобы он лежал на поверхности воды. Вот вы должны чувствовать это. Он должен быть именно плоский. Чуть-чуть неровный, как у него природа. Это же не обыкновенный лист бумаги. Чуть-чуть неровный со своими природными выпуклостями, впадинками там. Но в общем, в общем он плоский. Он полностью лежит на поверхности воды. Следующий лист. Точно так. Щетиной. В данном случае удобно работать щетина, которая потертая уже, вытертая хорошо. Она край хорошо держит. И хорошо втирает краску. И очень хорошо рисует такая кисть. Она не длинная. Ну, допустим, если взять щетинку, кисть, щетинка, там четвертый номер. Со временем она вытерлась там наполовину или там практически больше, может быть, на 60%. А вот этот оставшийся ворст, он в данном случае очень удобен. Более удобного нет. Вот мы наметили. Вот мы наметили. Именно, допустим, центральная линия листа. Если она расположена, ну вот под таким углом плоскости, она определяет весь лист. Его положение шире, уже. И тут что сложно, что один лист, да, может быть удачно сделан, но второй лист уже должен соответствовать не только самому себе, но и первому листу. То есть они оба, внимательно, внимание, они оба должны лежать на одной и той же поверхности воды, чтобы не получилось, что один лист лежит на поверхности воды, а другой висит или боком где-то, или где-то его там какая-то жаба снизу подпирает палкой, он уже какой-то край у него там оторвался. Нет, они все лежат. И дальше с каждым новым листом задача по чуть-чуть, по капельке усложняется. Следующий лист тоже должен лежать на той же поверхности воды, на которой лежат эти два первых листа. Опять повторяю, чтобы не получилось, что два листа лежат на воде, получилось, а третий лист либо чуть-чуть утонул, либо чуть-чуть на боку лежит, либо еще хуже того, что он парит над водой. Здесь основную роль играет рисунок. И это о том, что уделяйте очень большое внимание рисунку. Рисунок – основа всего изобразительного искусства. Не пользуйтесь подручными средствами типа проектор, потому что все задатки, которые у вас есть, которые вы наработали, которые вам дал Бог, проектор уничтожит. Если вы сейчас смотрите вот в этом положении, в этом состоянии вот этого листа, который я сейчас делаю, и тот лист, который готов, справа вот под пальцами у меня, видите, они находятся не в одной плоскости. Понимаете? Не в одной плоскости. Этот лист, который я сейчас работаю, он, его кончик, носик, или как правильно сказать, более утоплен, а у того более поднят. Но этот лист-то не доделан. Но его можно доделать и оставить в таком положении, и это будет ошибка. Вот тут пример такой. Первые два листа на одной плоскости, на одной поверхности воды. И точно так третий лист мы обязательно выравниваем и вписываем идеально в эту плоскость, в эту поверхность воды. Вот они все втроем находятся на одной поверхности. У нас нету никакой дисгармонии, никакого диссонанса, нам ничего не мешает. Мы смотрим, нам хорошо. Листочки чуть-чуть волнистые по краям, там где чуть-чуть отходит, видите, тень. И все больше тень, лист кувшинки не отбрасывает. Делаем четвертый лист, следующий. И все по той же программе. Достаточно напряженная и кропотливая процедура раскладывания этих листов на поверхности холста, так, чтобы они были все на одной поверхности сделанной вами воды. Очень редко можно увидеть, что эти листы, тех, кто им пытается изобразить, так и находятся, как я вам говорю. Всегда ощущение, что где-то кто-то подпрыгивает, где-то кто-то пляшет, где-то кто-то висит, а где-то кого-то снизу какие-то морские обитатели подталкивают вверх или выталкивают. Смотрите, еще раз обращаю внимание, средняя линия, вот эта центральная линия, изгиб или падинка, ну, центральная линия, там жилочка идет от стебелька, заканчивается ли продолжение стебелька, средняя центральная линия. Она должна быть ровная. Если она будет чуть не ровная, то лист будет либо вогнут, либо выпуклый, а она должна быть ровная. Это дополнительно подчеркивает, что лист лежит на поверхности воды. Вот нижний лист, видите, какая ровная? И потом с желтеньким посередину, видите, какая ровная? А левый лист, там чуть-чуть намечена и чуть-чуть не ровная. Но это, она еще просто не законченная работа. Но там должно быть ровно. Это подсказывает о том, что лист ровный, плоский, лежит на поверхности воды. А форма его, они практически все одинаковые. В среднем все эти листы одинаковые. Ну, кто там какой-то больше, какой-то меньше. Но, в общем, масса этих листов на этом месте воды, на этом кусочке акватории, они все одинаковые. Они уже выросли, там только дальше полезут цветочки. И в этом и заключается хитрость, что все они должны быть на одной плоскости, на водной плоскости, в одной плоскости вот этой поверхности воды. Дальше мы можем мастихином чуть-чуть сбить жесткость кисти, для того, чтобы мягче сделать, мягче. План не переходы, такой вот он мягкий, плавный, такой немножко восковой, как фикус, например. Ну, не как, по природе поверхности чуть-чуть на фикус. Похоже, так понежнее сделать. Это можно сделать мастихином, просто сбивая, поправляя где-то какие-то мазки краски. Есть вещи, которые надо выписать, ну, практически идеально, потому что для отображения этого процесса это критично. Вот мы сделали пять штук, и дальше мы будем распространять их. И дальше задача только усложняется. Кроме того, что каждый лист должен быть на поверхности, вся эта куча, вся эта толпа, все это собрание листов кувшинки. Они должны быть, должна быть гармония. Я не знаю, как объяснить, но здесь есть гармония. Вы должны почувствовать, здесь есть гармония, здесь красиво. Вроде они разбросаны, но как-то упорядочены, как-то интересно. Хочется смотреть на вот это вот собрание этих листов. И все они практически одного размера. Но тем не менее, вы смотрите под ноги и чуть-чуть даль, ваш взгляд скользит дальше, дальше, дальше туда к Сижи. Они меняют размер, и при этом они дополнительно описывают поверхность вот этой акватории воды пруда возле Сижи, где вы находитесь и смотрите. Я могу предупредить только об одном. Это достаточно сложно. Я сам испытываю трудности в изображении такой сценки. Тут нужно, вот тут нужно постараться, тут нужно именно поработать. Ну, я не люблю такое слово повкалывать. Ну, вот это тот случай. Ну, а потом изображаем цветочки. Ну, цветочки просто палочкой, там пятнышко желтое. Немножко его так покружить. И оно будет изображение цветочков. Вот моя Сижи, где я двух пацанов рыбаков посадил. Добавил туда кота к ним. Это все вписанные фигуры. Листья кувшинки, они находятся, но они находятся чуть левее, потому что видно, те, кто был на Сижи, их пообрывал. Я их подвинул правее. И вот таким образом получается законченная работа, законченная композиция. Здесь еще нужно работать, как вы заметили, мальчик в красной футболке, пока в воде не отражается. Но будет, и он будет доработан. Так, в принципе, работа уже движется к концу. Вот вам пример, как вписать персонажей, которых там нет, не было. Но они теперь там есть. Всего вам доброго, удачи, всего хорошего. Пока-пока. Пишите, задавайте вопросы. Продолжение следует...